Жил да был один мастер каратэ. Ну как мастер? Ну каких тысячи на самом деле? И вот однажды решил этот мастер, что научился делать удар чокуцкий. И так он прямо проникся пониманием этой техники, ну как ему показалось, что понял он все сакральное, что заложено в этом ударе. И решил он, что его миссия нести это знание людям, нести в массы это понимание и привечать тех, кто будет прямо смотреть ему в рот и порицать еретиков, не разделяющих единого и верного, непогрешимого знания. А чокуцкий, факел которого, этого знания, доверил ему нести этот, как его, ну короче, вы можете его не знать. Да. И так он уверовал вот в это вот свое особенное, в свое знание и проникся таким самоуважением, что стал нести истину в массы, аки миссия. И чокуцкий провозгласил он сердцем каратэ и стал методично воздвигать ему храм нерукотворный. Вот. И настолько преуспел он в этом начинании, что даже приобрел почитателей, способных с пеной у рта доказывать, что вот это вот правильно, что только так и никак иначе. И говорить о глубине знания этого, об этом чокуцкий до бесконечности. Да и сам он любил при любом удобном случае оттянуть на себя немножко курточку каратэги у своего партнера, хлопнуть по нему, так это кулачком звонка щелкнуть. Вот. И смотрят они друг на друга потом и выдерживают паузу. Там один мол, чувствуешь? Чувствуешь? А другой такой, чувствую. Чувствую, мастер. Да, нам никогда, наверное, не достичь таких высот, как у тебя, и такой глубины понимания этого всего. Да, о, учитель. Но еще большее количество мастеров и продвинутых адептов он просто слегка подзаебал этими своими нескончаемыми и однообразными демонстрациями. Очевидного и понятного всем тем, кто хоть сколько-нибудь серьезно занимается каратэ. Детский сад, штаны на лямках, говорили все эти другие мастера. И говорили, слушайте, так еще моя бабушка делала. Она так и делала, и это понимала, и меня еще давно научил так делать. И однажды один из учеников другого мастера, не этого, объяснил этому мастеру вслух, что тот, вероятно, что-то преувеличивает и не показывает ничего особенного. А то, что показывает, ну это и так очевидно и всем абсолютно ясно. И весь ореол этого тайного знания сердца каратэ, чокуцки, базируется только на загадочном закатывании глаз к небу, а после демонстрации и многозначительном молчании. Мастер рассердился и, как любой человек, который теряет контроль, который сердится, оказывается неправ, он совершил ошибку. Он решил поставить на место взорвавшегося в мальчишку, у юнца. У юнца, кстати, был шестой удар. Да, ну так словом сказать так, да. И вызвал он этого мальчишку на тесты, которые он придумал сам, сам, для демонстрации собственного, большого и серьезного понимания вот этой единственной правильной техники сердца каратэ, чокуцки. И просрал его во всех этих тестах по полной программе. Вот, в чистую, во всех. Да, вот и все. Какое-то время спустя приехал в Россию учитель вот этого мальчишки, шестым данным. Великий мастер каратэ. Ну, действительно, великий. Ну, так получилось, что великий, вот и все. И вот по дороге из аэропорта в Дудзё едут они на машине, и этот мальчишка, шестым данным, говорит, учитель, вот такая вот история. И этот мастер, который знает, что такое сердце каратэ, чокуцки, говорит, что это сердце, сердце каратэ, вот, может, я что-то не понимаю, мастер, вот, у него столько последователей, может, вы мне скажете, может, я не прав. Действительно, ведь чокуцки это сердце каратэ. И учитель секунду так вот подумал, задумался, потом говорит, а шутоучи тогда что, хуй что ли? Образовалась пауза, а потом стало все как-то светло и ясно. Они засмеялись и испытали все сатори. У всех наступило просветление, и познали они к конце. Все стало ясно, чисто, светло и понятно. И все они продолжили заниматься каратэ, как раньше, и были они счастливы. И путь их не смущала больше всякая шлуха, высокопарная. А что тот мастер, который сердце каратэ чокуцки, ну, он так и продолжает заниматься. И также продолжая при каждом хлопке по каратэге своего ассистента закатывать глазасом к небу и говорить, чувствуете, слышите меня, бандерлоги. Да, кстати, все персонажи этой легенды вымышленные. Но если кто-то здесь кого-то узнал, то это лишнее доказательство того, что просто сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»